Потаённая ярость отступила, спряталась за оболочкой труса, оставив меня один на один с нарастающим чувством стыда за то, что я напугал сестру. Оленька, прости, я... я не хотел. Я даже не успел закричать, чтобы вы понимали. Придурочная приставка! Чпойник. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новую серию прохождения цветного зайчика. В предыдущем ролике мы с вами остановились вот на этом самом моменте. Мы предложили Оле поиграть с ней, соответственно, в приставку. И я хочу напомнить, что если ты хочешь поддержать меня и продвинуть этот ролик, обязательно влепи ему большой палец вверх и напиши в комментариях какие-то мысли о твоей идее, либо просто какой-нибудь комментарий для продвижения. Мне будет очень приятно, мы с вами двигаемся, если даже, мне кажется, уже апнули 2000 подписчиков. Огромное вам за это спасибо, это очень круто. Но если еще не апнули, то подпишись, но что-то мне подсказывает, что вы у меня очень крутые и активные. И, скорее всего, данное число уже есть на моем канале, что, конечно же, очень-очень круто. Вот. Ну, а мы с тобой, соответственно, продолжаем играть. Малютка подскочила к телевизору и щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Ой, нормально. Отрывки из телепередачи маячили на ламповом экране. Дорогие граждане, да. Пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Ой, один дома, нормально. Смотри, Прюс Ли, потом Ельцин, выступление президента, вот, все, давайте все. Дальше у нас комедия такая, один дома. Слушай, очень неплохая даже программа. Дэнди, читаем. А Дэнди это игровая приставка, распространенная в республиках бывшего СССР. Неофициальный аппаратный клон консоли третьего поколения Фомикон или Нес, японской компании Нинтендо. Фомикон или Нес никогда официально не продавались в России 90-х, поэтому китайская подделка Дэнди, которая была широко распространена по доступной цене, снискала большую популярность. Ой, хорошо. Дэнди Эд Кай. Что дома интересного происходило? Да, давай пока что мы там подключаем, расскажи, чё, как тут сидишь, как дела? Вопрос был обывательским, я даже и не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Давай рассказывай. Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Оля явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама! Чего, мама? Оля замолчала и на секунду показалось, что на её глазах выступили слёзы. У неё опять был этот страшный. Какой страшный? Чё страшный? Оля взглянула на меня мокрыми глазёнками-блюдцами. Приступ. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. То есть у Антона, у мамы, есть какие-то приступы. Тоже непонятно сейчас пока что физиологические, психологические и так далее. И возможно, что так или иначе генетика, так же это передалось и сыну. И возможно, даже какие-то наши теории, связанные с галлюцинациями и прочими, могут объясниться и вот этими приступами. Папа принёс большую рыбу. Так. Она в газету была завёрнута и пахла так. Ну, конечно, рыба не особо классно пахнет. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. И как порежет эту рыбу. Оля поёжилась с опаской, выглянув в окно. Ну, вроде кто не подсматривает. Они начали громко ругаться. Ля, капец саспенс, как будто мать батю завалила. Я замер, представляя, как сестрёнка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проёма. Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту её не замечали. Потом мама ударила. Ну ударила-то рыбу. Вот так. Оля едва дёрнула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу! Ну, естественно. Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мама... Вопрос, а при чём здесь приступ? У неё приступ типа жестокости, то, что она вам ужин готовит? Это не так работает. Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым жаброй клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Ля, ну если мама как бы не первый раз рыбу готовит, то у неё там ничего не брызнуло. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу, или когда бабушка отрубила голову цыплёнку, мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. А, то есть, подожди, то есть у мамы приступ типа на кровь? Она видит кровь и всё, звездец? Ля, её глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, и извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплёвывая обрывки пугающих фраз. Ля, звездец. Папа, он ей помог? Чё происходит? Вызывайте скорую. Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили её. Да, но вначале... А чё вначале? Он засмеялся тоже. Так страшно, когда увидел, что маме плохо. А потом вдруг заплакал. Ля, звездец, семейка. У матери приступы на рыбу. У бати биполярка, я вообще не знаю, как это назвать. Может быть, он засмеялся типа из-за... Как это называется? Не из-за безысходности, а типа... Ой, не из-за отчаяния. Ну, короче, когда настолько идёт резкий всплеск эмоций, что организм не может понять, что ему типа плакать или смеяться, он начинает смеяться, хотя на самом деле там произошло что-то очень грустное или даже страшное. Я про такое слышал. От услышанного у меня тёрнулась бровь. Безумие, источаемое лесом, и окончательно завладевшее мамой, перебросилось и на нашего сильного и храброго отца. Блин, как это называется-то? Смех. Ну, короче, типа от безысходности, да. Давай будем так считать. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив её в крепкие объятия. Так, а чё, маму-то спасли? Скорую вызвали. Оля уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Да они не издеваются, они просто, ну, у мамы какие-то приколы с кровью, у бати биполярка, всё нормально. Они сумасшедшие? Может и так. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и всё, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Я даже не успел закричать, чтобы вы понимали. Придурочная приставка! Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи, переключи, скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, всё время реагировала одинаково, как и при виде совы. Ну, это, по крайней мере, взаправду, про совы пока что не знаю. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица. Я думал, лиса, а тут лица. Поэтому я моментально исполнил пожелания сестры. Давай посмотрим, что за призрачное лицо. Вид. Логотип телекомпании, представляющий керамическую голову древнекитайского философа Госяна. С трёхлапой жабой на голове. Символ ужаса для детей России 90-х. Ля, я, если честно, эту заставку, логично, что не застал, но сам по себе её вид я встречал потом уже в каких-то там фильмах и передачах, которые как раз-таки снова крутились по телеку. Опять, кстати, нос зачесался. Вот. И, соответственно, тоже она меня пугала. Она прям криповая. Конечно, она такими скримерами со страшными звуками не вылетала точно, но само по себе, как бы, вот эта вот визуализация её, она прям жесть. Как можно было так нарисовать и потом крутить это по федеральным каналам? Как бы логотип, он должен привлекать, должен быть красивым, там, ярким, насыщенным, а не какой-то страха... Страха, да. Играйте. Поехали. Ой, поехали. Уточку подрубаем и просто сейчас будет Counter-Strike. Так, наконец, на экране появился список многоигровки, идущей в комплекте вместе с приставкой. Вот про что я тебе говорю. 9999 игр. Это, кстати, обман. Они, короче, настолько решили обмануть, как бы, доверчивых детишек, что начали фигачить за, типа, несколько разных игр. Одни и те же, например, танчики, просто с разными, например, уровнями, с разным количеством танков, с разными, вот, этими поворотами на самих уровнях. Это, типа, считалось разной игрой. Звездец. Это одна и та же игра. Ага. Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Шарю. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утильную охоту. Ля, с цветами, это прям еще круче. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Слушай, да по сравнению с тем, что тут у нас мать в припадках бьется, батя ржет, нифига, у меня все нормально. Ну, такое, знаешь. Школа новая, а достается мне по-прежнему. Ну, ты хотя бы здесь с сестрой играешь, а не в овраге лежишь. Словно и не переезжали никуда. Задолбала. Ой, а припишечка. Словно и не переезжали. Ага. Ой, хорошо. Сейчас вот так вот сделаем с тобой. Ой, нормально. Так, хорошо, сфоткали. И прежде чем безнадега снова повела меня тоскливой тропинкой в плен гнетущих мыслей, что-то зловещее зашевелилось в недрах черепной коробки. Зайчик. Ага. Будоража такие дикие и оттого приятные воспоминания. Хотя знаешь, кое-что хорошее все же случилось. Что, с Полиной замутил? Оля с надеждой посмотрела на мою криво расползающуюся улыбку, отдаленно напоминающую вспоротую рану от канцелярского ножа. Еще один мальчик пропал. Осуждаем? Тоша. Ты что такое несешь? Как это хорошо? Почему ты так говоришь? Ты-то сестру не пугай, дурень. Голос сестры вздрогнул, когда она заглянула мне в глаза сквозь толстые очки. Ты знаешь, а может тот пропавший Вова сам виноват, что с ним это случилось? А может это у тебя проблемы с башкой? Может он совершил нечто настолько плохое, что не заслуживал жить. Звездец. А никто не может решать, как бы, заслушивать человек жизни или нет. Жизнь дается однажды, и дальше все вот эти вот преступления, оправдания, это лютое дичие, я считаю. Не будь таким жестоким, пожалуйста. Ты что, совсем смотри на сестру, она сейчас охренеет от тебя. Оля прижала ноги к подбородку и обхватила их руками, пытаясь сжаться сильнее. Будто она хотела стать еще меньше, быть может окончательно исчезнуть. Это все, что нам оставалось. Пропасть без... пропасть без вести. Затеряться среди прочих сломанных игрушек. И больше никогда не попадаться оздобленным родителям и взбешенным одноклассникам. Мы единственные, кто остался друг у друга. Те, кто может защитить, выслушать и пожалеть. Это на самом деле очень грустно. А значит, она обязана слушать, что я думаю о них всех. Этих озверевших тварях, притворяющихся детьми. Так жаждующих издеваться над слабыми. Мой черед говорить. Лядь, что-то у тебя реально какой-то приступ снова, приступ жестокости. Мое дыхание участилось, а у меня зачесался нос. Пальцы забарабанили по дощатому полу. Такие люди, как они недостойны жить, ходить с нами в одну школу. Да чувак, тебе просто надо подкачаться, и чтобы все такие люди, как там Ромка и Бяша, свои эти ножи в жопу сейчас засунули, не выпендривались. Смотрите на твой свет. Мысли путались, ускользали вслед за спокойствием. Так же, как и мои буквы в словах. Тошенька, хватит. Ты меня пугаешь. Я не понимаю, что сейчас за психодел происходит. Не бойся, я смогу тебя защитить. Ты сам себя защитить не сможешь. И тут я впервые заметил, как Оля смотрит на меня, словно на незнакомца. Кто ты? Потаенная ярость отступила. Спряталась за оболочкой труса, оставив меня один на один с нарастающим чувством стыда за то, что я напугал сестру. Оленька, прости, я не хотел. Думать головой надо, придурочный. Видимо, я схожу с ума в этой школе. Мне кажется, ты в принципе с ума сходишь. Оля бросилась меня на шею, едва сдерживая слезы. Все хорошо, Тоша. Только, пожалуйста, пожалуйста, никогда так больше не говори. Пипец. Клянусь маминым сердцем. Ой, вот это зря. Вот так нельзя. Оля горько улыбнулась. Действительно. А сам сказал, что так говорить нехорошо. Вот именно. Ты права. Давай лучше играть. Так не надо говорить. Погнали. Только, Чур, я первая. Окей, вообще без проблем. Так, плеер один приготовится. Окей. Ой, нормально. Посмотрим, насколько точная наша сестра. Ага. Раз, два. Нифига. Ля, реально тренировалась. Смотри. Ну, неплохо. Так, а теперь нам нужно. А я могу выключить? Так, ну, давай поиграем немножко. Давай поиграем, только будем максимально ей поддаваться. А. А, нужно. Так у меня прицела нет. А, ну и хорошо, ладно. Мне кажется, это более что-то провода перепутало, и второй плеер как-то вообще не понимает, куда ему стрелять. И по кому. Да, да, да. Ой. Ой, промахнулся. Ой, не вижу. Ой. Ой. Все. Ноль очков. Я же говорю, руки забыли. Давно не практиковался. От винта. Вот именно. Это в смешариках. Такого еще не было, когда ты вот это все произносила в 90-х. Так. Причем смотри, когда играет Оля, мы с тобой выключить ничего не можем. Ну, естественно, у него прицел на полэкрана. Так-то нечестно. Вот, смотри. А что будет, если мы выключим? Поиграли и будет. Тильтанул, брат, чисто. Ой. Да я не знал, что ты будешь плакать. Антон? Антон? Мама докричалась до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону. Девушка какая-то. Ой, ну девочка-то я возьму, хорошо. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. А чего это заплакало? Не хваткни, смотри. Я думал выключить, сказать, что типа, ой, смотри, у тебя там глаза будут болеть, так много играть нельзя. Она взяла, заплакала. Может, потому что она хотела, типа, такая, вот, смотрите, сейчас в сухую делаю. Но с другой стороны, она и так в первом раунде нас выиграла. В сухую. 3000-0 там очков было. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожелала... Пожелала? Пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Оле игрушки. Алло? Здрасте. У твоей мамы такой молодой голый. Да, она и сама молодая, в принципе. А, ну да. Она сама молодая. Конечно. Не мешаю? Не-не-не, все нормально. Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор. И чем я рискую, просто отвечая на звонок. Ничем ты не рискуешь, братан. На тумбочке лежал карандаш и потрепанный блокнот. Ой, нормально. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Ля, выглядит классно. Я тут подумала, мне надо тебе сказать кое-что. Чисто покрас лампас. Так, говори. Я застыл. Не может быть. Неужели я ей нравлюсь? В последнее время у тебя такой потерянный вид. Так это твой дружок-гопник. Ты ему скажи, что ему как бы ничего не светит с тобой, и все, и не будет вид у меня потерянный. А ты в школе, но тебе буквально лица не было. Да, там вот этот вот дурачок машет свои бабочки острые за школой. Я не находил слов. Сердце трепетало в ожидании. Я хочу сказать, я на твоей стороне. Вот это, кстати, важно сейчас услышать, реально. В предвкушении Полининых слов улыбка растеклась по моим губам. И мне тебя очень жаль. А что такая музыка страшная вдруг резко? Естественно. Такие хорошие ребята, как ты, заслуживают большего. Вот. Мне очень хочется верить, что однажды ты найдешь в себе силы дать отпор, и другие перестанут тебя задирать. А смысл давать отпор челу, который бабочку носит острую? Карандаш выпал из разжавшихся пальцев. Это все, что она мне скажет? Ты дурень. Как бы ты мужчина, ты мальчик. Ты сам должен признаваться в своих чувствах. Нихрена себе сел на шею такой. Все, давай, тут мне комплименты сыпьте. То, что типа я ей нравлюсь. Нифига себе. И все, его жизнь, короче, раскололась на до и после. Он испытал просто очень-очень жесткое какое-то давление, удар в сердце и все такое. Что за дичь? У тебя, конечно, красивая. Мне она очень нравится. Она такая, знаешь, грустная реально. Вначале была очень даже тревожная. Но я не понимаю, почему она такая. Все, что она мне скажет. Да, все. Ты с ней еще пообщайся. Ну, как минимум, там, годик. Может быть, что-то еще тебе скажет. Вы знакомы-то месяц, не больше. Может, даже девушку найдешь. Ой, а вот это лишнее. Она будто сомневалась в собственных словах. Как ты знай? Ты славный парень. Ну, кстати, знаешь, девочки так любят. Делать, возможно, это и фейк. Возможно, типа, ой, там девушку себе найдешь красивую. Такую девушку она там еще на скрипке может будет играть. Это все ловушка. Как бы все эти слова всерьез воспринимать не нужно пока что. Это был провал. Вместо предложения погулять, сочувствие. Будто к какому-то коллеге. Так, в смысле, сам позови. Но только не сейчас, сейчас уже поздно. Кто? Ага. Не давая ответить, Оля спустилась по ступенькам. В ее руке была зажата книжка с розовой обложкой. Энциклопедия маленьких принцесс. Ты долго еще? Звездец там череп на этой энциклопедии. Я прикрыл ладонью ту... Я разговариваю. Что у тебя за такая страшная энциклопедия? Что случилось? Почитай мне, пожалуйста. Ну, подожди чуть-чуть. Мама уснула. Сейчас, сейчас, секунду. Три минуты, перейду. Иди к себе, я сейчас. Да-да-да, сейчас буду. Только быстрее, ладно? Хорошо, хорошо. Ладно. Последнее слово прозвучало излишне раздраженно. Я вздохнул, наблюдая, как сестра семенит по лестнице. Алло, Полина? Прости, мне надо бежать. Представляешь, кое-кто втерился в меня и теперь оттирается у моих окон. Требую сходить с ним на свидание. Ля, весь прикол в том, охренеть они... А-а-а. Это очень прикольно. Это очень прикольно с одной стороны, а с другой стороны очень нелогично. И то есть, реально, в этой новелле, когда мы с тобой дальше будем главы проходить, не всегда нужно, типа, поступать логично. Потому что вот сейчас, по логике, то, что мы не хотим общаться с гопниками, они нам нахрен не всрались, мы вообще хотим, типа, полиции сдать и про них забыть, как самый страшный какой-то кошмар, это все не работает. Потому что в первом моем летсплее, опять же-таки, плейлист, на который есть в описании, можешь сходить, посмотреть, изучить весь этот вопрос, если еще не видел. Если мы с тобой будем, типа, им помогать, то Полина в нас будет влюбляться. То есть, она будет больше оказывать, там, знаков внимания, у нас не будет этой грустной музыки. И даже этот звонок, я помню, что в том летсплее он был, но Полина сказала что-то по типу, там, ты молодец, здорово, как твои дела, и все. И вот этой реплики точно не было. Ромка нам хотел предложить с Бяшей разыграть какую-то постановочку, что, типа, влюбить в себя Полину. И, ну, по факту, мы с тобой тоже стояли бы перед очень сложным выбором в плане помочь пацанам, которые гопни, которые, опять же, нам не всрались, или же, типа, завоевать там девочку. Вот. И, короче, а здесь получается, что она нас уже отшивает? И так вот это произнесла, еще кто-то втюрился в меня. Прям вообще на Полину не похоже. Че это? Пойду прогоню его, пока дедушка не проснулся. Вот. То есть, опять же, не все потеряно. Или может дать ему шан? Слышь? Скрипачка, я прикусил нижнюю губу от обиды. Если интересно, расскажу тебе завтра. Ну, в конце концов, друзья. Алло! Настолько что зафрендзонили. Туда ее. Друзья, хорошо хоть не подружки. Да, конечно. Добрый. До свидания, я б сказал. Гудки ударили по мозгам. Потаскуха. Процедил злой голос в голове. Словно зомби, лишенный покоя и рассудка, я поплелся по лестнице. Ля, свистец, вот этого я точно еще не видел. Это прям внезапно. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Я осекся, детская была пуста. Коль? Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени населяли комнату. Занавеска колыхалась, будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору. ПОПАЛОСЬ! За тканью никого не было. Ну, ты видишь, да, что там происходит? Окно, как экран телевизора, показывало зимний пейзаж. Фонарь, поле. И в самом его центре бредущие фигурки. Жопа. Алиса и Оля. Я ахнул, прижав кулак ко рту. Вбился зубами в кожу. Какого хрена мать не закрыла дверь? Что за дичь? Подожди, стой, это вообще бред. Они через окно, через второй этаж выйти не могли. Правильно? Правильно. У нас с тобой телефон, мы разговаривали с Полиной прямо перед дверью. При этом мать ушла спать, дверь, очевидно, закрыта. Возможно, даже на ключ, чтобы отец ночью пришел и смог открыть. Так же, как это делал Антон утром. Через что они вышли? Алиса уводила в чащу мою сестру. А в моде мы с тобой видели не Алису. Понадобилось меньше минуты, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дома. Из дома, это что такое? Литературное произношение. Сердце стучало пулеметной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Ля, звезди, скрипота. Я помчался к забору, слыша вой ветра в ушах и ритмичный скрип под подошвами. И лиса куда-то ушла. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чёбе, плавно, будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть как... Что такое? Вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. У тебя змея в животе спит? Ни хренась. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец я настиг сестрёнку, одетую в одну куртку. Ля, у нас постоянно какие-то глюканы. То сестрёнка, то сова, то... Короче, лиса, то не лиса. Только что стояла у дерева, сейчас пропала. У нас реально происходит лютая дичь. И что-то, опять же, мне подсказывает что-то, что это не Оля. А может быть и Оля. В любом случае, на данный вопрос мы с тобой сможем ответить уже в следующем ролике. Но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, учить все удовольствия, чтобы быть в курсе выходных новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на телеграм-канал. Там тоже выходит много классного и качественного контента. И всякие там бэкстейджики, мои комментарии, может быть поздравления с Новым Годом и не только. Поэтому подписывайся, буду рад тебя там видеть. Ну а с вами был ваш Декстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну и чё тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.